Добрый день, уважаемые коллеги. Сначала я хотел бы поблагодарить организаторов этой конференции, что дали возможность выступить на этой сессии, посвященной памяти Михаила Гершановича. И мы поговорим немножко о другом аспекте лечения, лекарственного лечения злокачественных опухолей. Безусловно, основной целью лекарственного лечения является увеличение продолжительности жизни и увеличение его качества. Это касается именно диссиминированных опухолей. И на что мы на сегодняшний день ориентируемся? Ориентируемся на те стратегии терапии, которые предложены и выходят к нам из науки. Это, пожалуйста, сама опухолевая клетка и то микрокружение, которое есть. У нас есть драйверные мутации, мы сейчас слышали прекрасную лекцию, у нас есть ангиогенез, у нас есть современная иммунотерапия, у нас есть метаболические пути, на которые мы можем влиять. И что же мы имеем на сегодняшний день в арсенале? В арсенале у нас, опять же, все те же самые цитостатики, ингибиторы сигнальной трансдукции, моноклональные антитела, вакцины, какие-то конъюгированные препараты, все больше и больше, какие-то наночастицы появляются. Но при этом продолжительность жизни больных диссиминированными опухолями, они все-таки остаются не так, как нам бы хотелось. Посмотрите, всем известный рак молочной железы, до 30 месяцев общая выживаемость пациентов. То же самое, арсенал больных колоректальным раком, лечение больных колоректальным раком достаточно велик. Это и новые препараты, и те же самые моноклональные антитела. А медиана все равно находится на высоте 30 месяцев. То же самое для рака легкого. Вот она вся история развития. Новые цитостатики, новые препараты. Пожалуйста, узкая группа пациентов с теми же самыми драйверными мутациями. Но опять же, все те же 12 месяцев медиана общей выживаемости. Опять же, для рака желудка то же самое, что мы сегодня имеем. Все различные схемы лекарственного лечения плюс таргетная терапия. И те же 12 месяцев в медиане общей выживаемости. Почему же это происходит? Здесь, конечно, причин достаточно много. И мы предполагаем, что это и особенности кинетики роста опухоли, и гетерогенность опухолевой популяции, и лекарственная резистентность, и репопуляция клеток, и микроокружение, и что на сегодняшний день новый виток в истории, это та же самая иммунная система в организме. И что же мы на сегодняшний день имеем? А имеем мы эмпирический выбор лекарственного препарата и тетрование дозы. Тетрование дозы в зависимости от гематологической токсичности того, что происходит у нас. Плюс мы ищем те же самые драйверные мутации. Но это очень дорого, достаточно трудоемко, и непонятно, каким методом пользоваться. Мы ищем определенные биологические мишени. При этом у нас есть на сегодняшний день пациент, опухоль которого растет по законам, общепринятым в кинетике Гомперца. Видите, да? Мы в основном имеем отношение к опухолям, которые уже находятся на фазе плата. То есть частота клеток или степень, или количество деления клеток, которые происходят в опухоли, равняется тому количеству, которое гибнет. И вот на сегодняшний день модель, которой мы пользуемся. По таким принципам, проводя лечение этой группы пациентов, мы видим, что опухоль неизлечима. То есть она всегда достигнет своего летального объема, и пациент погибнет. За время между циклами лекарственного лечения происходит так называемая репопуляция опухолевых клеток. Мы видим, наши стрелочками указаны циклы лекарственного лечения. Один, второй, третий, частичный регресс. Прекрасно. Пациент доволен. Все довольны. Доктора тоже получили регресс опухолевого процесса. Но затем, получается, к пятому, шестому циклу лекарственного лечения происходит увеличение объема опухолевой массы. Мы переходим на вторую, третью лекарственную терапию, линию лекарственной терапии. И в итоге возникает летальный объем опухолевой массы, и пациент погибает. Так что же предлагается на сегодняшний день? Как же преодолеть вот эту проблему, сложившуюся в тех причинах и гетерогенности, и разной кинетики, и репопуляции опухолевых клеток? Так вот, речь идет о так называемой метрономной химиотерапии. То есть, лекарственном лечении, в котором те же самые традиционные цитостатики назначаются с короткими интервалами и в низких дозах. С целью для того, чтобы как раз увеличить продолжительность жизни этой группы пациентов. И вот основной слайд, который показывает парадигму этого лекарственного лечения. Мы видим, получается, слева стандартное лечение. Хороший эффект, репопуляция и достижение максимального опухолевого объема. И правый слайд, получается, происходит изменение попытки борьбы с опухолью. То есть, о чем еще говорил Геттенби в 2009 году, когда опухоль необходимо перевести в хроническое заболевание. То есть, по аналогии с сахарным диабетом, по аналогии с гипертонической болезнью. То есть, когда объем опухолевой массы находится на постоянном уровне. И в результате этого не достигается единый летальный объем опухоли. При этом, конечно, в качестве эффективности терапии необходимо ставить общую выживаемость. В отличие от суррогатных маркеров, которые мы на сегодняшний день используем. Потому что объективный ответ на сегодняшний день не является суррогатным маркером общей выживаемости. Даже патологически полный регресс. Время допрогрессирования тоже не является суррогатным маркером. Мы это видим. Саска, пожалуйста, в этом году, когда при назначении иммунотерапии время допрогрессирования минимально. При этом есть увеличение общей выживаемости. Может быть, каким-то подспорьем является клиническое преимущество. Так скажем, вот эта длительная стабилизация, которую мы хотим достигнуть. С чего все начиналось? Начиналось-то в 70-х годах, когда в лаборатории Юлия Фолкмана начали изучать различные механизмы действия цитостатиков. Оказалось, что они вроде как бы действуют на эндотелиальные клетки. И вот исторически, получается, его ученики провели ряд экспериментальных работ. И посмотрите, в 91-м году ряд приклинических работ показали эффективность действия цитостатиков на эндотелиальные клетки. Потом было показано о том, что они вроде как действуют и на резистентные опухолевые клетки, при которых никогда не использовались. Ну и в 2000-м году был введен термин метрономной терапии. А это для иллюстрации. Пожалуйста, верхний рисуночек показывает стандартное назначение лекарственных препаратов. Мы видим, что он в стандартной дозе цитостатик действует на опухолевые клетки. А с точки зрения нижнего слайда, он показывает изменение режима, изменение дозы цитостатика. И оказывается, что в большей степени он действует на эндотелиальные клетки. То же самое классические работы. Верхний рисуночек – это карцинома легкого Льюиса. Она чувствительна к цитостатикам. Опять же, мы видим, что низкодозовое непрерывное введение препарата приводит к длительному торможению опухолевого роста. А нижний рисуночек – то же самое мы видим, но даже при резистентной к цитостатикам опухолевой модели. Аналогично, пожалуйста, для ракомолочной железы – верхний график, нижняя кривая – это метрономная терапия в приклинике, торможение роста. И то же самое лейкемия – модель нехочкинской лейкозы у мышей. Опять же, длительное торможение опухоли. Ну и рассуждая об этом, всегда вспоминается о том, для чего все-таки нужны сосуды. Потому что мы видим, что низкие дозы цитостатиков действуют на ангиогенез. Безусловно, они нужны для роста и метастазирования. И оказывается, вот этот патологический ангиогенез возникает при многих патологических состояниях. Но самое интересное, что на фоне нашего лечения, на фоне приведенных циклов химиотерапии, число эндотелиальных клеток, которые способствуют метастазированию, растут. И причем эти клетки и сосуды, они разные в первичной опухоли и разные в каждом метастазе. Отсюда, получается, зная вот это все, какие же были предпосылки метрономной терапии. Понятно, что достаточно модное направление это доз-денс терапия. То есть, когда мы взяли в стандартных терапевтических дозах цитостатик, назначили более короткий промежуток и получили максимальный эффект, больший эффект. Было несколько исследований, которые подтверждали это, потом несколько исследований, которые опровергали. Но вот эта тенденция, она была. Дальше это так называемое коллатеральное повреждение. По сути, цитостатик универсальный, может действовать как на любые делящиеся клетки. Это называется коллатеральное повреждение. Действует на эндотели сосудов, эндотели в опухоли. Ну и гематологическая токсичность цитостатиков. Всем понятно, что это влияние на про- и антиангиогенные факторы, которые возникают при лечении. Отсюда, теоретически, складывается представление о мишенях. На что же действует метрономная терапия? Безусловно, поскольку цитостатики универсальны, это опухолевые клетки. Второе, это, получается, какие-то клетки предшественников эндоделиоцитов, эндотелей опухолевых сосудов. Третье, это, получается, то, что, опять же, на сегодняшний день активно изучается, это иммунологический надзор, иммунные клетки. Отсюда, получается, механизм действия, он сводится к тому, что либо опухолевая клетка разрушается на фоне метрономной терапии, либо мы изменяем активность формирования сосудов в опухоли или метастазе, мы изменяем мобилизацию эндоделиальных клеток, мы изменяем мобилизацию эндоделиальных клеток предшественников. Кроме того, мы действуем на антиангиогенные факторы, то есть увеличиваем синтез тромбоспандина-андиин, или снижаем синтез оксида азота на фоне метрономной терапии. Ну и третье, это воздействие на иммунную систему. А идея проста, изменение регуляции и увеличение представления антигенов для иммунной системы. И вот, для иллюстрации, опять же, посмотрите, вот в квадратиках обозначены препараты, которые были уже протестированы с точки зрения метрономной терапии, низких доз частого введения, которые действуют фактически на все звенья иммунитета. Здесь и тот же самый рецептор запрограммированной клеточной гибели. То же самое изменение активности терегуляторов, активация натуральных киллеров, изменение антигенопрезентирующих клеток, повышение иммуногенности. Для иллюстрации, опять же, прекрасные недавно опубликованные исследования, экспериментальные исследования, в котором различные дозы и различные режимы метрономной терапии, на примере цикла фосфамида, по-разному влияли на активацию иммунной системы. В данной ситуации 6-дневный режим введения цитостатика приводит к активации естественных киллеров, активации антигенопрезентирующих клеток. При этом ежедневное введение, введение на 9-й день, введение на 6-й и на 9-й, введение на 12-й день, к этому не приводит. А приводит лишь к тому, что, наоборот, происходят какие-то парадоксальные другие реакции. Вопрос тогда. Вот эта оптимальная схема, из чего же она складывается? Понятно, что она складывается из дозы, то есть, сколько мы должны дать препарата, как мы его должны ввести, то есть, с каким интервалом и в какой последовательности. Говоря о дозе использования цитостатика во время метрономной терапии, мы говорим о 10-40% от максимально переносимой или терапевтической. Ну и говорим о своеобразном ангиогенном коде. Эфемерное поясие, которое еще Элисом было предложено, но это подразумевает, что у одного организма разные эндотелиальные клетки находятся в первичной опухоли и в каждом метастазе. Для иллюстрации, опять же, достаточно сложный слайд, но здесь идея дозы. В преклинике разница концентрации препарата, которая действует на опухолевые клетки, и концентрации, которая действует на эндотелиальные клетки, различается в десятки раз. А вот это самое интересное. То есть, к чему мы должны подойти? На примере циклофосфамида мы видим, с правой стороны желтенькая кривая, говорит о максимально переносимой дозе. То есть, много дали, получили большой эффект, вроде бы все хорошо. Хорошо. Крайняя, вот получается, красненькая кривая слева, она говорит о том, что более низкая доза препарата влияет на другие мишени. В данной ситуации, получается, на сосуды. Так вот, задача и вот идея выбрать тот терапевтический интервал дозы, которая бы влияла на ангиогенез, на иммуностимуляцию и на опухоль. Ну, это как резюмиры вопроса о дозе с помощью метрономной терапии. Видите, вот эти трехнедельные интервалы приводят к тому, что за три недели, помимо опухолевых клеток, могут и восстанавливаться сосуды. Более низкая доза препарата, она приводит к тому, что мы видим антиангиогенный эффект. Что касается режима ведения, то есть, как вводить препарат. Вот это верхний классический режим, интервал три недели, четко понятно в зависимости от гематологической токсичности. А нижний метрономный режим. Причем метрономный, получается, можем вводить ежеминутно препарат, ежедневно, каждые два дня, там, каждую неделю. Это тоже метроном, то есть, фактически равные интервалы между введениями препаратов. Идея в чем? Идея, опять же, получить терапевтическое окно, чтобы совместить ту дозу, которую получили, малотоксичную, которая действует на три компонента, на холмоксов кэнсер, который мы знаем, и чтобы режим введения цитостатика способствовал этому. Поэтому на картинке математический расчет, фактически, плацебо внизу, вверху максимальная доза, максимальный эффект. Мы находимся посерединке, получая разовую терапевтическую дозу. И вот идея, она на сегодняшний день математически рассчитана, в том, чтобы мы вводим несколько констант, которые, несколько, скажем так, переменных. То есть, это динамика эндотелиальных клеток, динамика опухолевых клеток, динамика иммунных клеток. И получаем тот терапевтический интервал, когда в зависимости от кинетики роста, от репопуляции мы должны вводить препарат. И вот на что мы выходим. Выходим либо на стандартный режим с увеличением объема опухолевой массы, либо на метрономный режим с хронизацией этого процесса, либо, что достаточно перспективно может быть, это так называемый хемосвитч режим, то есть, когда происходит переключение, используя низких доз цитостатиков, на таргетные препараты при наличии драйверных, те же самые мутации. Что на сегодняшний день было сделано? Преклинические исследования, их достаточно много опубликовано, это вариант нашего исследования, когда мы видим метрономное введение гемцитабина, приводит к торможению опухолевой роста и достаточно длительной продолжительности жизни экспериментальных животных по сравнению со стандартным режимом. Что касается клинических данных, опять же, вот эта картинка напоминает то парадигму, который мы видели в начале, когда есть хронизация опухолевого процесса. То есть, у пациента, который резистентен к стандартному лечению, использование препарата в низкой дозе по времени составляет большее количество, нежели первая, вторая, третья линии стандартной лекарственной терапии вместе взятых. Это картиночки, то есть, как изменяется динамика метастазов в легких и в печени на фоне лечения. А это анализ клинических исследований, которые на сегодняшний день проходят. Понятно, что практически все препараты тестируются в метрономном режиме, но и наиболее часто это эндоксан, это циклофосфамид, до 50% клинических исследований. При этом в качестве первичной точки оценки в этих клинических исследованиях стоит объективный ответ опухоли на лечение, что, наверное, не совсем правильно, не совсем ожидаемо, когда мы используем вот эти низкие дозы тестостатиков. То есть, мы должны сохранить опухолевый объем, но никак не ожидаем достаточно выраженного регресса. Ну, и что касается критики, на сегодняшний день около 150 клинических исследований проходят во всем мире с использованием метрономной терапии. Но в основном это исследования первой и второй фазы с гетерогенными группой включенных пациентов, с эмпирическим, опять же, выбором цитостатиков, выбором режима. И, вот, к сожалению, все-таки с точки зрения общей выживаемости на сегодняшний день из 150 исследований лишь два исследования, которые ставили себе целью получить в качестве конечной цели оценку общей выживаемости. А вот эти исследования третьей фазы, ряд из них завершились, но этот слайд, он иллюстрирует место метрономной терапии в клинике на сегодняшний день. То есть, как коллеги видят ее, где же мы должны использовать низкие дозы препаратов. А это фактически противопоказания к стандартной терапии, это консолидация или поддерживающий режим и сравнение с симптоматической терапией. Но здесь интересно что? Интересно КРА-3, всем известные исследования, результаты которой даны в поддерживающем режиме увеличения времени до прогрессирования. Это интересно с точки зрения безрецидивной выживаемости пролонгирования метрономного режима у больных раком молочной железы. Что касается токсичности всей этой метрономной терапии, то она невелика. Низкие дозы, в этом может быть и идея. Низкая токсичность. В нашем исследовании получается, мы фактически не видели токсичность третьей, четвертой степени. В основном это была клинически незначимая токсичность первой и второй степени. Таким образом, мы видим, что клинические исследования достаточно метрономной терапии, достаточно с высоким преимуществом, клиническим преимуществом. Мы видим эффект после стандартного лечения. Мы можем комбинировать цитостатики фактически как нам удобно. Мы можем потенцировать эффект в зависимости, в комбинации с той же самой таргетной терапией, для этого сейчас проводится ряд исследований, с иммунотерапией, например, исследования с вакцинами. То, что это низкотоксичное лечение, абсолютно так. Опять же, с точки зрения удобства приема, в основном это, конечно, таблетированные препараты, но и, безусловно, что, наверное, немаловажно, это низкая стоимость этого лечения. Ну, а что касается выводов, то здесь получается эффективность, она известна метрономным режимом, то есть она продемонстрирована и в клинических, и при клинических исследованиях. Понятно, что это какое-то одно из направлений стратегии лечения злокачественных опухолей. И понятно, что для этого необходимы дополнительные рандомизированные исследования. Вопросы остаются, и вопросов больше, чем ответов, потому что помимо оптимальной биологической дозы, определения критериев оценки, специфичности цитостатики, безусловно, нужен какой-то предиктивный маркер, о чем говорил и Федор Владимирович во время своей лекции за индивидуализацию лечения. Спасибо. 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 Спасибо.